Здравствуйте, уважаемые телезрители! Программа по святым местам продолжает свои путешествия по Астане. И сегодня мы приехали в храм, здание которого одно из старейших в столице Республики Казахстана. Храму святых равноапостольных царей Константина и Елены в этом году исполняется 160 лет. И наш рассказ об этой церкви. На перекрестке древнейших цивилизаций мира между Востоком и Западом, Югом и Севером, Европой и Азией находится Казахстан. Земля казахов, свободных и удалых людей, ведь именно так по одной из версий из древнетюркского переводится слово «казах». Многочисленные караванные пути когда-то пересекали эту страну. Сходились они здесь, в Астане. Но несмотря на то, что жители степи издавна особо отмечали это место, город возник здесь лишь в XIX веке. Для защиты границ появился казачий приказ, который разросся до целого города – Акмолинска. Вскоре появилась в Акмолинске и своя церковь. Христианство, православие появляется здесь с первыми русскими переселенцами, с крестьянами, с казаками, которые охраняли границы после подписания мирного договора представителя казахского народа Блайхана и императорской российской короны. С тех пор начинают строиться храмы, основываются поселения. Православная Константино-Еленинская церковь возведена в 1856 году. На капиталы, пожертвованные в Бозе почившим государем императором Николаем Павловичем и почетным гражданином Поповым с призовокуплением вкладов прихожан. Так гласит один из исторических документов. Конечно, до этого храма был и небольшой походный, но вскоре он уже не вмещал всех желающих помолиться в церкви. И вот, с благословения Тобольского владыки Акмолинск тогда входил в состав Тобольской епархии и был заложен храм. Строила, кстати, бригада татар, они были мусульмане, но очень добросовестно, качественно и в срок сделали эту работу, о чем они имели даже удостоверение такое. Говорят, что потомки строителей этого храма и по сей день занимаются столярным ремеслом. Но вернемся в век XIX. Акмолинск растет, появляются торговые ряды, и власти решают построить на главной площади новый большой собор, посвященный святому благоверному князю Александру Невскому. В 1900 году началась закладка церкви на новом месте, где она и находится до сих пор. А уже через два года обновленный храм начал свою новую жизнь. Вот так, оказавшись в другом месте, храм был убережен от печальной участи Александра Невского собора. Его снесли в 1939. После революции Константина Еленинская церковь долгое время оставалась открытой. Лишь в конце 30-х с главок сняли кресты и убрали купола. Ну, конечно, все, что тут было, ну, те иконы, все это вывезли где-то, бросили. А потом, когда прихожане добились открытия храма, вот священнику разрешили забрать вот это вот церковное имущество, утварь. И некоторые иконы, вот они, из тех сохранившихся, находятся в храме. И вот православная жизнь Акмолинска и близлежащих мест была сосредоточена в этом храме. Например, когда в соседней Караганде арестовывали священников, люди приезжали причащаться сюда. Но наступил 41-й год. На восток было эвакуировано множество людей и промышленных предприятий. Приезжали и в Акмолинск. Без того немаленький город наполнился новыми жителями. А политика государства в отношении религии несколько смягчилась. В 1942 году по многочисленным просьбам верующих в Акмолинске возобновились богослужения в Константиной и Ленинской церкви. А уже после войны молитва в этих стенах не прекращалась. В 1961 году Акмолинск переименовывают в Целиноград. А через 10 лет в этих краях свое служение стал нести архимандрит Кирилл Бородин. Тут храм был совсем. Ничего, холодище было. Стояли, знаете, эти контрамарки, железные такие большие стояли. И вот он стал наводить порядок. Стал эти контрамарки все выбрасывать, все. И вот там подвал есть. Мы кирпичи таскали, помогали, все. Ну, мерзкие, трудились мы ходили. Он все просил. Кто может, приходите, пожалуйста. И сделал он паровое. Но только новым отоплением батюшка не ограничился. Небольшой Константино-Еленинский храм, который всегда имел только один престол, стал вмещать все больше прихожан. Но не за счет пристроев, а благодаря тому, что появились верхний и нижний храмы. Стали народу много-много, надо с народу ходить. Вперед не помещались. Он тогда что начал делать? Внизу вот сейчас, который у нас, взял, там было песку, все под это было. Вот под это песку было много. А он говорит, сестры, давайте будем этот песок всех вытаскивать. А мы говорим, батюшка, а что тут будет? Будет храм. И здесь вырыли еще до какого-то уровня землю, выбрали ее. И здесь устроили еще один храм в честь равноапостольного князя Владимира. Здесь совершались требы обычно. Здесь вот были такие колонны по центру храма, которые поддерживали потолок. Вот сейчас вот по-другому немножко это сделано, и поменялся иконостас. Если праздник большой, прямо не помещались, и он говорит, желаете, говорит, ходите вниз, слушайте, говорит. А если не желаете, говорит, ну, будьте здесь в тесноте, ну, хоть стоите. Когда мы узнали, что в Константиной и Ленинской церкви есть еще и верхний храм, то не сразу догадались, где же он находится. Вот эта лестница, которая когда-то вела на колокольню, и приведет нас туда. Еще в 30-е годы колокольня пришла в упадок, было утрачено несколько ярусов. Батюшка принялся за реставрацию помещения и устроил здесь небольшой верхний храм, который посвятил святым равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию. Здесь проходили остриги потихоньку, чтобы никто ничего не знал. Ну вот, и читался псалтирь. Вот круглосуточно здесь читался псалтирь матушки. У них был каждый свой час, они поднимались и молились здесь. Вот по росписи видно, что здесь работали, конечно, вот такие очень хорошие художники, профессионалы. Отец Кирилл был знаком с москвичами, там приезжали такие, как сказать, у которых были какие-то звания и так далее. В общем, он, как сказать, любил так вот, чтобы, если это храм, то чтобы все было изящно, очень добротно, качественно. Ну а теперь давайте ближе познакомимся с убранством и святынями основного помещения церкви. Перед нами икона Пресвятой Богородицы Скоропослушница. Списки этого образа особо чтят во многих храмах, которые мы с вами посещали. Астанайская икона старинная, была здесь еще до революции. Вот о ней существует такой рассказ, вот я сам слышал от пожилых прихожан наших, что когда вот это произошло, закрытие храма на Пасху, люди пришли, храм закрыт, вот они, конечно, очень скорбели и видели, как вот эти вот работники, они брали вот иконы, бросали, как попало, на грузовик. И вот эта икона, Скоропослушница, она, ее бросили, как попало, но она остановилась вот так вот, стоя, значит, находилась. И сколько там ни бросали, все, она так и оставалась почему-то. Ну вот, это было такое, как бы, знамение. И потом, когда разрешили эту утварь забрать, когда священник с женой своей зашли в подвал, где все это, как попало, лежало, вот они увидели в первую очередь вот эту икону, она тоже стояла. И, конечно, мы не можем не рассказать об одной из главных святынь этого храма, а может быть, и всего города. Образ Почаевской Божьей Матери. И вот он в 60-е годы привез в храм из Почаева настоятель тогда этого храма, Братария Николаев. И вот он очень почитал этот образ. И после службы обычно подходил и молился здесь вот с прихожанами. Пели какие-то вот песнопения в честь Божьей Матери. И эту традицию продолжил архимандрит Киева. Когда его назначили настоятелем этого храма, матушка Рафаэла рассказывает, что он, когда проходил мимо этой иконы, вошел в храм, то как-то по-особенному он что-то почувствовал по отношению к ней. В честь этой иконы обычно совершали все ночные обдения и три литургии. Часто, когда приходишь в храм, видишь, что кто-то стоит возле этой иконы. Вот сейчас мы подошли, стояло, три человека и молилось. То есть люди вот знают в городе у нас, что это необычный образ, особенно, что вот он причастен к благодати Божией. И многие получают помощь вот по молитве к Божьей Матери. Многим паломникам и прихожанам батюшка Кирилл раздавал на благословение фотографии этого святого образа. А с правой стороны симметрично находится образ святого Симеона Верхотурского с частичкой мощей. Тогда это было, в общем, как сказать, такое место в Верхотуре и храм кладбищенский, вот где сохранились вот эта вот святыня, сохранялась, куда совершали паломничество из ближайших каких-то, значит, местных, в том числе и отсюда ездили паломники. И вот даже вот митрополит Осип, он особенно почитал Семену Верхотурского, говорил, что это вот мой как бы секретарь ипорхиального управления. Когда у него возникали какие-то проблемы, он молился ему и получал вот всегда помощь от молитвы к нему. Жизнь этого храма тесно связана с монастырем, посвященным иконе Богородицы «Взыскание погибших». Но об этой святой обители мы расскажем в следующем выпуске программы «По святым местам». Редактор субтитров А.Семкин